Есть на Ринмаре и артефакты Великой Отечественной войны, которые доступны каждому и в любое время. Это семь памятников, посвященных защитникам Заполярья. Накануне Дня Победы мы еще раз расскажем о каждом из них. Открывают серию зарисовок монументы, посвященные труженикам Северного флота, на Ринмарским портовикам и буксирукам самолиц. Она напала потому, что им необходимо было навести шум. Хотя, то есть, ну, просто отвлечь внимание от рейда вот этого немецкого крейсера «Адмирал Шеер». Судьба труженика Наринмарского порта буксирного парохода «Комсомолец» общеизвестна. Он стал участником трагедии, которая развернулась в Баренцевом море в августе 1942 года. Из поселка Хабарова вышла группа кораблей, направлявшаяся в Наринмар. В составе колонны – буксирные пароходы «Комсомолец», «Норд» и «Комелес». «Норд» буксировал неисправный «Комелес» и «Лихтер Ш-500». «Комсомолец» вел баржу с тремя сотнями заключенных лагерей на рельс-трое. 17 августа около 7 часов утра случилось непредвиденное. В двух милях от северного побережья острова Матвеев вблизи каравана всплыла германская подводная лодка Ю-209. Командир немецкой подлодки Генрих Продо приказал открыть артиллерийский огонь по безоружным судам. Было несколько подводных лодок, около полудесятка, отправлено в Баренцево море, чтобы специально совершать такие нападения, может даже не обоснованные, для того, чтобы прикрывать рейд немецкого крейсера «Адмирал Шер», он назывался, он с севера обходил новую землю и планировал нападение на русские порты. В результате арт-обстрела были потоплены лихтер Ш-500 и баржа П-4. Пароходу «Норд» удалось уйти. После того, как загорелся комсомолец, капитан принял решение выбросить судно на берег. Из 19 человек на борту буксира выжили только 5. Всего же из 328 человек уничтоженного каравана 305 утонули либо погибли в ходе артиллерийского обстрела. На этом трагическом случае судьба комсомольца не оборвалась. Какое-то время буксир стоял в заводе с северной стороны причала морского порта. В 1944 году его отбуксировали в Наринмарский порт. После капитального ремонта судно несло службу до 1947 года, а потом ушло на заслуженный отдых. Трагическая история буксира вошла в документальный фильм Ненецкой телерадиообещательной компании в условиях военного времени. Команда комсомольца – вчерашние школьники. Таня Котова, Грани Кулишская, Виктор Емельянов, Владимир Верещагин, Виктор Морозов. У острова Матвеев караван атаковала подводная лодка У-209. Фашисты в упор расстреливали пытающихся плыть к берегу. Саша успела передать на буксир Норд «Я ранена, уходите». Затем в радиорубку попал снаряд, комсомолец загорелся. Всенародный характер памяти об экипаже буксирного парохода «Комсомолец» приобрела в ноябре 1968 года. На улице Сапрегина перед зданием управления морского порта был установлен памятник буксиру. По предложению краеведов, всех, кто ценит историю нашу, было предложение рассмотреть вопрос о возможности переноса памятника экипажу буксирного теплохода «Комсомолец» в тот же сквер, где находится памятник погибшим портовикам, чтобы создать такой единый комплекс. Памятник норинмарским портовикам открыли немного позже, в 1980-м. Автор Александр Рыбкин изобразил матроса в одежде моряка гражданского флота с поднятым флагом. Рядом, с суровым лицом и непоколебимым намерением защищать родину, стоит солдат с автоматом в руке. По обе стороны от постамента установлены таблички с именами 118 портовиков, погибших в годы войны. Они участвовали в обороне Заполярья, героически сражались под Москву, Ленинградом и Сталинградом, дошли с боями до Берлина. Во время Великой Отечественной Северный флот воспитал 82 героя Советского Союза.